Наталья Гончарова Еще две недели и закончится 2014-2015 учебный год, праздник последнего звонка, которого ждут абсолютно все дети, потому что впереди летние каникулы, но наиболее этот праздник тревожен и одновременно волнителен для выпускников. В этом году со школ Крыма выпускается 17 тысяч выпускников. Это выпускники и общеобразовательных школ, и школ-интернатов, и те, которые заканчивают общеобразовательную подготовку в профессионально-технических учебных заведениях. Для них очень важен документ об образовании. Это первый документ, который они получают, и этот документ называется аттестат. В этом году абсолютно все школьники Крыма получат аттестат об окончании среднего образования российского образца. То есть это уже точная информация? Это точная информация. Более того, документы, что называется, в пути. Документы мы готовы принимать. Мы создали все условия для приема документов. Это и определенные условия хранения, и определенные правила заполнения, которые отрабатываются сегодня абсолютно во всех школах. Несколько поподробнее как раз вот об аттестатах. Учитывая то, что наши школы сегодня еще только официально имеют статус российских образовательных учреждений, но не успели переделать документы, правоустанавливающие, соответственно, свои печати, как одно из главных элементов утверждения аттестата. Абсолютно все аттестаты для всех 17 тысяч выпускников будут утверждены печатью Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. У нас такая печать есть, она абсолютно легитимна, наше министерство перерегистрировано, поэтому работа предстоит вот в таком вот плане. Заполнение аттестатов будет проходить непосредственно в учебном заведении, в школе. Правила заполнения, они сегодня прописываются, вернее, отрабатываются, они уже прописаны, но главное, на что необходимо обратить внимание, и аттестаты. Есть свидетельства об окончании 9 классов, они будут идти уже с оценками по 5-бальной системе. Ага, вот так. То есть 12-бальная, все, уже ушла в прошлое? Да, мы можем сказать, что по окончанию учебного года 12-бальная система ушла в прошлое. Даже учащиеся переводных классов, которые получали оценки в 12-бальной системе, получая табеля на руки по окончании учебного года, будут иметь уже переведенную 12-бальную систему в 5-бальную. То есть в переходных классах, грубо говоря, в табеле будет стоять две оценки. Одна в 12-бальной системе, другая уже в 5-бальной системе. Что касается свидетельств об окончании 9 класса и аттестатов, там будут стоять уже оценки в 5-бальной системе. Для учителей и системы образования Крыма это не составляет труда. У нас существует переходник, то есть таблица пересчета. И мы такую работу выполняли и ранее, тогда, когда собирались выпускники поступать на территорию России. Поэтому здесь никаких осложнений мы не видим. Но я хочу обратить внимание, что только в этот переходной период, в этом году, мы переводим следующим образом. 1-6 баллов из 12-бальной системы это тройка. 7-9 баллов это четверка. И 10-12 баллов это пятерка. Вы обратили внимание, наверное, на то, что первая шкала это 1-6. Почему? По закону Российской Федерации 1,2 балла это неудовлетворительно. То есть оценка не ставится, а прописывается в документе об образовании неудовлетворительно. Учитывая то, что наши выпускники, наши учащиеся не были знакомы с такими правилами и сегодня получить неудовлетворительно, это значит, а, остаться на второй год, б, не иметь возможности сдать свои документы в высшее учебное заведение. Мы пошли на беспрецедентный шаг в этом отношении. Повезло нашим школьникам. Да, и в этом году справок об окончании 11 классов, а не аттестатов, такого не будет. Но в дальнейшем мы обращаем на это внимание, что далеко не все наши не успевающиеся учащиеся будут получать документы об образовании. Далеко не все учащиеся, которые учатся плохо, ничего для этого не делают, усилий никаких не прикладывают, будут переходить из класса в класс, не оставляя у себя багаж знаний предыдущего класса. Такие учащиеся будут оставаться на повторный курс и учиться. Лафа не пройдет. Да, действительно не пройдет. Говорят, да, народным языком. Скажите, пожалуйста, вот новые аттестаты, новая оценочная система, что касается учебников, они ведь тоже новые, они пришли уже на полуостров, в каком объеме, где будут печататься, на каких языках, то есть если у нас три языка, да, вот расскажите, пожалуйста. Действительно, с 1 сентября 2014 года мы будем работать по новым стандартам и новому содержанию образования. И здесь одним из главных помощников, источников данного образования, данных знаний является учебник. Согласно закону Российской Федерации существует федеральный перечень учебников. Это те учебники, которые прошли экспертизу, которые прошли неоднократное изучение специалистами, и только они допущены к тому, чтобы их использовать в школе. Только они имеют право быть на парте ученика, только по ним имеют право заниматься учителя. Таких учебников достаточно много. Есть лидеры с точки зрения выпуска линеек учебников, есть издательства, которые более мелкие и специализируются на выпуске учебников только для отдельных классов. В этом году выбор этих учебников осуществило Министерство образования с помощью коллег Министерства образования России, с участием работы методических кабинетов городов и районов, а также нашего института повышения квалификации. Такой выбор сделан, такой перечень учебников для Крыма определен. На сегодняшний день учебников в Крыму еще нет, но мы не сомневаемся, что они будут вовремя. Более того, я надеюсь на то, что учебники будут даже к тому моменту, когда наши учителя подойдут к обязательным в этом году курсам повышения квалификации для себя, чтобы было понятно, с чем мы работаем. Но говоря об учебниках и до того, как мы будем говорить об украинском и крымско-татарском языках, я хотела бы обратить внимание уважаемых родителей, учителей на то, что учебник – это далеко не единственный источник знаний. И по законам Российской Федерации учитель может пользоваться любыми учебными пособиями и другими учебниками из этого перечня, даже те, которые не поступили в школу. Но если учитель определяет, что полноту знаний, полное выполнение программы, максимальное содержание по данной теме, он может подчеркнуть нет. Из других источников, да? То есть он может пользоваться спокойной этой информацией? Да, он может, естественно, пользоваться. На территории Республики Крым государственными языками признаны русский, украинский и крымско-татарский. Поэтому учебники нужны и на этих языках. Да, действительно, в Российской Федерации этих учебников нет. Но согласно статье закона Российской Федерации об образовании, мы регионально будем создавать свою комиссию по изданию и переводу таких учебников. Вот так, то есть... Поэтому мы однозначно эту категорию не забыли. Дети об этой категории тоже думаем. У нас есть аналоги таких учебников, у нас есть люди, которые занимаются давно написанием учебников. Поэтому я думаю, что у нас с этим проблем не будет. Главное, нам их вовремя перевести и новые в последующем создавать. Прекрасная новость для всех наших зрителей. Спасибо вам большое, что были с нами. Оставайтесь, не переключайтесь, впереди много интересных гостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова